Впервые бренд Cedra я озвучил на канале несколько месяцев назад и с тех пор исправно работал над данной темой, присматривался, приглядывался. И вот мои скромные попытки проанализировать эти часы, я и предложу вашему вниманию. Разговор этот стал возможным благодаря музею времени и часов, очень ценной московской площадке, где представлена огромная база и для созерцания, и для исследования. И не упомянуть об этом нельзя, контакты музея будут под роликом. Причем место сыграло ключевую роль, и вот почему. При подготовке я отсматривал множество фото, которые были размещены на официальном сайте Cedra. И глаз за что-то цеплялся, но и возникало подозрение, что фото не до конца передают важные детали, которые просто обязаны были бы быть в этих часах. И так и вышло. Часы в жизни значительно сложнее и интереснее в своих художественных особенностях. Сегодня мы коснемся лишь скелетонов Cedra, и я постараюсь показать, почему это, пожалуй, лучшие скелетоны из всех, что мне доводилось видеть. Большая часть из них — модели с уклоном в историчность, которые посвящены либо выдающимся культурным объектам, либо важным событиям, причем не только отечественным. Рискну предположить, что вот тут у нас Великая битва при Соломине, а это мировая война за господство. И если бы греки тогда проиграли, то сейчас в принципе не было бы такого понятия, как европейская культура и цивилизация вообще. Уже здесь, на этих моделях, бросается в глаза невероятная детализация вплоть до портретности. Причем детализация вполне энциклопедическая. И это первое, что меня зацепило в свое время. Даже ордерная система тут соблюдается. Взгляните на колонны дорического ордера. Они такие, какие есть на самом деле. Иными словами, для меня это стало указанием на то, что бессмысленной декоративности и бестолкового украшательства здесь не будет. И хотя я встречал некоторые характеристики этих часов из серии «Позитивная цыганщина», с этим термином я, как вы догадываетесь, не согласился. Эти мысли побудили меня двинуться чуть дальше. И я обнаружил для себя в этих часах очень интересное явление. Да, детализация-то хорошая, но фотографичности нет. Часам присуща некоторая коллажность или принцип симультанности в искусстве. Что это такое? А это как бы одновременная демонстрация параллельных или последовательных событий в пределах одного объекта. Картины, в рамках одной сцены и тому подобное. Иной раз взглянешь на живописное полотно средних веков и думаешь, вот ведь лентяй-художник. Его-то и звали, наверное, Ганс Фридриха Ксерокс. А нет, это реально. Одна и та же женщина. Просто в разное время. Вот она отдыхает, вот стирает и готовит. Вот занимается с ребенком. Это ее последовательная жизнь. И это было понятно. Картина в этом случае еще не выхваченный экспрессивный момент, но рассказ. Ведь живопись это Библия для безграмотных в первую очередь. Посмотрите, пожалуйста. Великий Мемлинг изобразил тут 25 последовательных событий из жизни Христа и Марии. А все почему? Потому что у вас, средневекового крестьянина, будет лишь одна такая картина, которую вы увидите лишь однажды в какой-то великий праздник. А теперь приглядимся. У вас будут лишь одни часы, чтобы составить представление, скажем, о центре России. И вы должны буквально пройти по нему. Увидеть эту рассказанную историю. А потому все представлено здесь в лучших ракурсах один за другим. Будем честны, если смотреть с такой точки, на храм Покрова Нарву, известный в миру как храм Василия Блаженного, то башня с часами там не появится. Храм бы надо отзеркалить с такого ракурса. Но вы входите в него сейчас вот так, вот отсюда. И в этом случае, в таком понимании, тут все на своих местах. Данный принцип симультанности, который закрепился в иконописной традиции, хорошо знаком художникам. И читая официальный сайт, как первоисточник, можно обнаружить, что в команде с Дмитрием Цедра работает современный художник Алексей Черемных, в прошлом которого была и реставрационная деятельность, связанная с сакральной живописью и архитектурой. Я не знаю, какое именно влияние он оказывает на модели часов, но пока здесь, на данном этапе, у меня картинка срастается. И уже все, что я вижу, не выглядит для меня случайной находкой и озарением. Часы не выглядят, как сборная солянка или позитивная цыганщина, уж наверняка. Грубо говоря, мне хочется закрепить на данном этапе мысль, что это перед вами не набор деталей, а именно композиция и композиционное единство, объединенное в одном пространстве. И мы это сейчас даже докажем. Ведь самое интересное тут не это. И вновь и вновь, то, как сделаны эти модели скелетонов, точно намекает на то, что без знания, которым обладает художник, тут не обошлось. Посмотрите, что тут есть. Тут есть воздух, значит объем. А не только перспектива. Перспективу художники освоили еще в раннем возрождении. Ну вот Перуджина, казалось бы. Вот они, ракурсные сокращения. Есть осознание планов ближе дальше, но в картине нет жизни. Все довольно плоско. И в картине нет воздушного пространства. Мы видим объекты вблизи чуть речи, а по мере удаления контура становятся менее явными, куда-то добавляются тени, что-то сливается и так далее. Это открытие принадлежит двум гениям, Ванейку и Да Винчи, и мы знаем это как эффект сфумата, который наполнил живопись жизни. В часах это делать сложновато, а это не первая попытка резьбой достигать объема. Опять же, посмотрите, вот часы Шаумбург. При том, что они декорированы, это хорошо выглядит скучно и плоско. А вот Цедра. Достигается этот эффект здесь не только скульптурной, рельефной работой. Хотя, очевидные хитрости, пусть и очень простые при создании объема и 3D эффекта, тут есть. Вот хоть пушка, которая как бы выезжает сильно вперед, закрывая передний план за счет того, что перекрывает камень метку. Глядитесь, как просто и эффектно, ведь уже кажется, что диск с метками стал располагаться позади дальше. Но огромную роль играет то, что другие упускают из виду. Светотень. Вот она, тут. И сразу появляется глубина. Вот ручка. И вы сразу можете за нее подержаться. Она не нарисована, она существует. Колеса. Светлее, ближе, темнее. Дальше. И вот он лепится настоящий объем. Посмотрите, как уходят вниз фонари, уменьшаясь, становясь менее четкими, и вы погружаетесь внутрь этой композиции. И вот уже не получается увидеть все сразу, а требуется вглядеться. И вот уже история перед вами развивается последовательно. И эта игра светом, тенью, игра с ракурсами реально наполняет изображение воздухом, а стало быть жизнью. Ну и, конечно, сама скелетонизация здесь довершает этот эффект. Это не просто дыра в циферблате. Во-первых, она на своем месте. Это как небесный просвет. Но дальние планы дополнительно продуманы. Башни становятся темнее, чуть проглядывающие купола вдали словно тают, постепенно теряя очертания. И темное небо в виде вашей руки как фон завершают этот небольшой рассказ. Особую роль тут играет именно дальний план, который обеспечивает обратная сторона скелетона. И это то, что для меня серьезно выделяет эти часы, потому что многие внимания этому не уделяют. Во-первых, она действительно помогает переднему плану, отчасти забирая на себя реализацию эффекта сфумата как раз. Во-вторых, она сделана столь же хорошо и детально. По сути, многие шедевры мировой культуры, которые рассчитаны на фронтальный осмотр, с тылу сделаны плохо. И это большой секрет. Не случайно многие культовые скульптуры стоят в нишах, чтобы вы не обходили их сзади. Даже Давид слегка упрощен со спины. В данных часах части проработаны одинаково отменно. Это заслуживает уважения. Но есть то, что, как по мнению, всегда удается. И я все же покажу это, тем более, что в нашем материале это сделано тоже хорошо. Хорошо, стрелки. А у меня на этом пунктик. Взглянем на то же Соломинское сражение в таком виде и вот в таком. Там, где стрелки похожи на мечи, прекрасная композиция. Там, где стрелки иного типа, да, они немного похожи на пики копья, но нет. В нашем случае удачное попадание, ведь посмотрите, что на 12 часах, я не случайно перекрутил сюда, стрелка словно превращается в главку церкви. Тоже участвует в картинке. Но стрелки не везде хороши, на мой взгляд. Подписывайтесь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok